Доброе утро! Это детские вести. Меня зовут Вася Ворошенко. А меня Оля Кузовкова. Мы начинаем наш выпуск. Сегодня праздник День Трудам. А тебе не кажется страшно, что именно сегодня начинаются 10-дневные каникулы? Для взрослых и детей целых полторы недели никто трудиться не будет. Где логика? Это сразу после каникул для школьников начнется горячее время, конец года. И надо исправлять оценки и готовиться к контролям и экзаменам. Интересно, это у всех так или в других странах школьник учится, как обычно? Привет! Меня зовут Глеб. Я живу в Германии. У меня и школа в Германии. У нас пока что онлайн обучение. Наш учебный год заканчивается в конце июля. Я сейчас учусь в пятом классе. Значит, в Америке это последний год начальной школы. И мне кажется, что этот месяц будет очень веселый. У нас будет выпуск на улице, в парке. И, например, на этой неделе будет Пусть Рейшн Мэйк. И это когда мы все благодарим наших учителей. Мы можем подписать какие-то там карточки, можем сделать что-то, можем нарисовать что-то. Я, например, делаю такой плакат для своих учителей. И все подпишут в новом классе. А потом я подарю моей учительнице. Меня зовут Кирилл. Я учусь во втором классе средней школы, что соответствует седьмому, восьмому классу российской школы. С 26 апреля мы находимся на пасхальных каникулах, которые продлятся две недели. И по выходу с которых мы будем сдавать экзамены по математике, греческому и английскому языках. И естественным наукам. Все заканчивают школу по-разному. Младшая школа заканчивает в конце июня, потому что у них нет экзаменов. Мы заканчиваем в начале июня. А выпускной класс уже провел свой последний день. У нас учебный год такой. У нас заканчивается в июле. Потом у нас летние коммуникулы. У нас нет экзамена. Нет скорей и нет после. Привет! Насчет учебок в канате. Мы не делаем экзамены или контрольные работы в мае. Мы заканчиваем в конце июня. И нам дают репорт-карты. Это такие, ну как... Карточки, которые показывают твое поведение в школе и как ты хорошо учишься. Ой, привет, друзья! Я вас не видела. Меня зовут Олилия Ростов из Нью-Йорки. Я хотела вам сказать, у меня так сложные экзамены. Но за это у меня мало уродов. Но пока! Ставка нас ожидает еще один праздник – Пасха. К нему готовятся все заранее. Но если на этой неделе у вас не было на это времени, то не переживайте. Специально для вас наш репортер Соня Аксенова нашла самые интересные креативные способы покраски яиц к Пасхе. Сейчас она вам их покажет. Завтра Пасха. Как, вы еще не покрасили яйца? Спокойно. Сейчас я вам расскажу, как это сделать очень быстро. Для этого нам понадобятся белые вареные яйца, салфетки, лак для ногтей, манная крупа, красители и несколько контейнеров. Ой, и еще одно сырое яйцо. Первый способ нам понадобятся салфетки. Берем салфетку и расправляем. Вырываем красивые цветочки. Я не могу сказать, сколько цветочков вам пригодится. Смотрите сами по их размеру. Нам нужно будет закрыть ими все яйцо. Такая техника называется декупаж. Отдельные листочки накладываются друг на друга и покрываются лаком. Только у нас вместо лака будет сырое яйцо. Берем кисточку и берем белок, обмазываем яйцо белком. Надо обмазать все яйцо, чтобы салфетки наклеились. Теперь берем салфетку и накладываем на яйцо. Наша задача закрыть всю поверхность яйца красивыми рисунками из салфеток. Сверху каждый цветочек еще раз промазывается белком. Так как раз получается эффект лака. Промазывайте каждый краешек, чтобы все прилепилось красиво. Смотрите, какое красивое получилось у нас. Теперь нужно его положить подсохнуть. Второй способ – махровые яйца. Берем одну манку, один контейнер с манкой и краситель. Открываем и высыпаем. Теперь перемешиваем. Яйца, сделанные таким способом, получаются как будто бархатные или мохнатые. Вместо манки можно использовать бисер или какую-нибудь другую крупу. А еще можно добавить блестки. Должно получиться очень красиво. Теперь берем яйцо и белок. Нам снова нужно замазать всю поверхность яйца. У нас почему-то яйцо получается голубым. Это, наверное, потому что мы кисточкой красительней шарим. Но все равно симпатично. Теперь кладем яйцо в контейнер и вот так вот обваливаем. Сначала цвет почти не видно, но он позже проявится и станет ярче. Смотрите, как интересно получается. Оно как будто правда мохнатое. Последний способ самый сложный. Для этого нам понадобится лак. Берем контейнер. Контейнер с водой. И каждый лак капаем. Чтобы рисунок на яйце получился красивым, лучше лить разные лаки друг на дружку, но не перемешивать. Если умеете рисовать краской по воде, можете даже узоры нарисовать. Теперь берем яйцо и опускаем в воду. Смотрите, какое красивое яйцо у нас получилось. Я ни разу такого не видел. Ну а если уж у вас вообще нет времени, чтобы подготовиться, у нас есть наклейки. Тут уже никаких инструкций не надо. Берем и наклеиваем их как хочется. В любом порядке. Очень даже красивенько получилось. Теперь все складываем в нашу корзинку. Какие красивые яички у нас получились. Теперь мы к Пасхе готовы. Так, а как теперь руки отмывать? Между прочим, на Пасху раньше не только куличи пекли, да и яйца красили. Так вот, ты знаешь еще какие-нибудь традиции? Знаю, и они до сих пор существуют. Например, с утра дети ходят по соседям и поздравляют с Пасхой. А соседи за это должны давать сладости и конфеты. Знаю, что при этом дети еще и специальные песни должны петь. А какие? А сейчас мы ребята их и шиферки споют. Слушаем и запоминаем. Пасха – это долгожданный праздник после Великого Поста. Пасха – это торжество жизни над смертью. Во время Пасхи волочебники ходили по дворам и пели песни, прославляли воскрешение Христа и получали за это вознаграждение. А одну из волочебных песен мы сейчас вам споем. Хозяюушка Христос, Синембожий воскрес, Сарабрана Христос, Синембожий воскрес, Смойся белым Христос, Синембожий воскрес, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После инструктажа по погоде А нам пора прощаться Пока-пока Всем привет! Меня зовут Иван Жигунов И у меня для вас очень хорошие новости Если синоптики не ошибаются То эти каникулы будут очень теплые Можно будет гулять сколько вам хочется Можно будет гулять хоть до самого вечера Ну а всем приятных выходных С вами был Иван Жигунов Всем пока! У каждого есть мечта Кто-то хочет быть крутым программистом Кто-то олимпийским чемпионом А кому-то хотелось бы стать известным художником Конечно, сначала для этого надо вырасти А еще, наверное, уехать в какой-нибудь большой город Москву, Питер или Казань На самом деле, все не так Не надо никуда уезжать И ждать, пока вырастешь, тоже не надо Проект «Поколение М» появился 7 лет назад Когда мы опросили совершенно разную аудиторию И поняли, что ребятам в регионах России, которые проживают Очень хочется заниматься различными видами творчества И не у всех есть доступ приезжать в Москву Обучаться у лучших педагогов Мы придумали и создали такую программу Это было 7 лет назад Это онлайн-большая платформа «Поколение М» И в социальных сетях Вконтакте и в Инстаграм 15 разных творческих направлений Среди них хореография, музыка, кино, робототехника И даже, знаете что? Блодинг Сейчас же многие мечтают стать известными блогерами Только вот как? Многим непонятно В школе такому не учат И вот «Поколение М» Специально для тех, кто хочет чему-то научиться И попробовать стать крутым в любимом деле У нас есть конкурс для ребят от 6 до 11 лет Которые знакомы с фиксиками Фиксики предлагают ребятам Снять небольшие, коротенькие видео Как ребята каждый день помогают природе Допустим, выключают воду, когда чистят зубы Или выключают свет, если не находятся в этой комнате Они снимают свою жизнь Как они заботятся о природе Монтируют небольшой ролик Загружают на сайт И вот так вот учатся блогингу Через помощь окружающей среде Но и это не все На сайте есть обучающие мастер-классы Которые записывают специально для ребят Наставники проекта Знаете, кто это? Известные модельеры, фотограф, актеры, музыканты Например, Непоседы или Полина Гагарина Получается, вы в Ульяновске, а учат вас лучшие педагоги Москвы Например, актерское мастерство у нас курирует ГИТИС Ребята, которые занимаются вокалом и танцами Их курирует продюсерский центр ЭКОЛЬ Ребята, которые занимаются дизайном одежды Их курируют модельеры Игорь Куляев и Юлия Далакян Ребята, которые хотят стать артистами Их курируют Непоседы Ребята, которые занимаются художественным мастерством Их курирует Третьяковская галерея Вот таких наставников у нас в проекте уже более 240 Это те люди, которые уже достигли определенных высот И уже сами хотят научить чему-то новому Делают это безвозмездно и с удовольствием участвуют в проекте Если вы все уже умеете, значит нужно участвовать в конкурсах В проекте их много, призы очень крутые Например, можно выиграть съемки в Яралаше Или выступление на большой сцене в Москве Или экскурсию на студию, где делают смешарик Были ли в этом проекте ульяновские ребята? И если да, то каких успехов они добивались? Да, в прошлом году впервые двое 16-летних ребят победили в конкурсе С Третьяковской галереей И уже 19 мая в этом году они приедут в Третьяковскую галерею в Москву На открытие экспозиции, где будут представлены их работы Но даже если вы не победите, вы все равно сделаете очень большое и важное дело Поколение М – это благотворительный проект Все работы, которые ребята загружают на сайт У нас есть в социальных сетях, официальные странички ВКонтакте и в Инстаграм Ребята смотрят работы других детей Ставят лайки, репосты, в общем, все эти активные действия копятся на нашем счетчике добра И все эти баллы мы переводим в настоящие деньги В конце года компания МТС эти средства перечисляет на лечение тяжелобольных детей По курсу 1 балл равно 1 рубль И вот на сегодняшний момент ребята своим творчеством, занимаясь любимым делом Сгенерировали уже более 20 миллионов рублей и направили на лечение 63 ребят Делать доброе дело и идти к своей мечте – это же здорово Но будет нечестно рассказывать о своем проекте и не попробовать поучаствовать в нем самой Знакомьтесь, это Михаил Вартанович Скандаров Он профессор ГИТИС Это один из лучших в Европе институтов, в котором учат быть актерами, режиссерами, сценаристами Среди его выпускников много звезд кино и театра Поступить в ГИТИС очень сложно Обычно для этого приходится ехать в Москву Но для участников поколения М сделали исключение У ребят, мечтающих стать актерами, появилась возможность пройти первый тур экзаменов в Ульяновске Для этого Михаил Вартанович и приехал в наш город А так как моя мечта – стать актрисой, я не могла пропустить такое событие Кто подскажет, стоит ли мне идти в эту профессию, если не человек, который воспитал множество актеров театра и кино? Каждый ли может стать актером? Ой, это не каждый может стать актером Это нужно обладать определенными данными Определенными данными Тут дело такое Тут надо обладать определенной заразительностью Умением мыслить в материале Соответственно, темпераментом должны обладать От чувства юмора, внешние данные Соответствующие с внутренними данными И все же каждый год тысячи мальчишек и девчонок едут поступать в театральные вузы Поступить очень непросто Сколько бы желающих не было, зачисляют на курс только 30 человек Многие идут потому, что это сопровождается аплодисментами, популярностью, знаменитостью При этом они совершенно не думают, что это каторжный труд И неимоверные душевные, психологические, физические затраты Это очень трудная профессия в этом смысле Становиться актером, по словам Михаила Вартановича, нужно только в том случае Если ты без этого не представляешь своей жизни Об этом преподаватель актерского мастерства рассказывал на своей творческой встрече А на мой вопрос, можно ли стать актером без специального образования Михаил Вартанович ответил так Лучше учиться, потому что актерское дело – это профессия А раз профессия, значит, у него есть специфические особенности Понимаете, для того, чтобы ты стал плотником Ты должен научиться хотя бы забивать гвозди Значит, научиться держать в руке молоток Понять, как держать гвоздь Как шляпку бить То есть, это навыки Есть определенные профессиональные навыки Этими навыками надо овладевать К овладеванию навыками ребята приступили сразу после творческой встречи с Михаилом Вартановичем Хотите знать, как становится актером? Первый этап – прослушивание На нем нужно показать педагогу свой актерский талант Надо заранее выучить басню, стихотворение, отрывок из прозы и рассказать их преподавателю Думаете, это так просто? А вы вспомните себя в доске в школе Вроде и учили, а в голове пусто А тут вы даже не у доски, а на сцене Наверное, это очень волнительно На самом деле, да, внешне это не выдаю Но внутри прям что-то сжимается Но наоборот, этот нерв меня будет подзадоривать Лучше прочитать Внутренне все клокочет, очень неприятно Я думаю, это волнение может мне сильно помешать У меня уже было такое в практике, когда ты становишься как овощ, потому что нет у тебя ничего ни в голове, ни здесь, ничего, ты не чувствуешь одно волнение Это ужасно, пытаюсь бороться Во время прослушивания участники по очереди выходят на площадку и рассказывают что-то из подготовленного ими Зал полон зрителей Все как на настоящей сцене, только спектакли короткие И еще есть суровый критик Михаил Вартанович Двойк он не ставит, но и любезничает, зря не торопится Париж, 2 февраля 1790 Париж, 2 февраля Париж, 2 февраля Было то-то, то-то, такого-то года Она пишет, она же пишет, ну и пишите Париж, 2 февраля 1795 История, история, это фикция Экзаменатор струй, но на него никто не обижается Ведь он не просто критикует, он учит Ради его советов ребята приехали из Бенц, Тольятти Пусть у них не получится сегодня В следующий раз они будут точно знать, что делать Это индивидуальность, не которая сразу бросается в глаза Этого нет Какая-то, знаете, броская вышла и рублем одарила Нет такого Раз нету, значит здесь возможность спасти очень интересный и точный репертуар Да, я бы, наверное, после такого расстроилась Но настоящий актер – народ трудолюбивый и упрямый Михаил Вартанович сам об этом говорит Главное – не отчаиваться и работать над собой Я счастлива, что вообще попробовала, мне дали советы И теперь, наверное, буду переделывать Очень интересно, я думаю, что буду продолжать этим заниматься Мне только помогло то, что я здесь увидела, то, что мне сказали Это правильный подход Главное – пробовать и воспользоваться шансом, который дает проект «Поколение М» Теперь-то вы видите, как он работает А представьте, что у вас самих есть такая возможность Встретиться лицом к лицу с суперпрофессионалом И получить от него ценные советы Такие, которые приблизят вас к вашей мечте И позволят бывать там, где сами бы вы никогда не смогли оказаться При этом не забывайте, вы еще и доброе дело сделаете Поможете ребятам с проблемами здоровья Вывод, который я сделала для себя «Поколение М» – проект очень нужный И в нем каждый сможет найти что-то интересное для себя Кстати, если ваш оператор сотовой связи не МТС Это не значит, что вы не сможете стать участником проекта Главное – чтобы у вас был интернет Вы смогли зайти на сайт поколение.мтс.ру А еще, чтобы у вас было желание расти и добиваться успеха Пробуйте, и у вас все получится Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok